Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 13 декабря Святая Церковь празднует память Святаго Апостола Андрея Первозванного. Это один из 12 апостолов, который был призван самим Господом нашим Иисусом Христом на проповедь Евангелия. Он был призван самым первым и поэтому носит звание Первозванного. Святой Апостол родился в городе Вифсаида в Галилее вместе с своим братом апостолом Петром. Затем они жили в городе Капернаум, где занимались рыбной ловлей. С детства апостол Андрей рос богобоязненным и молитвенным юношей. И он был одним из двух учеников, которым Иоанн Креститель сказал, увидев Христа, что вот идет Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира. После чего апостол Андрей вместе с Иоанном Богословом последовали за Христом. Также апостол Андрей присутствовал при том чуде, когда Господь наш Иисус Христос пятью хлебами накормил пять тысяч человек. Также он присутствовал на горе Илеонской, когда Господь рассказывал о падении Иерусалима и о Втором пришествии. Присутствовал он также и при Вознесении Господа нашего Иисуса Христа. Вместе с двенадцатью апостолами и Божьей Матерью он возвратился в Иерусалим, когда в день Пятидесятницы на них сошел Святой Дух. Много потрудился апостол Андрей в благовестии распространения Евангелия среди языческого мира. Он совершил несколько путешествий, проповедовал в Малой Азии, в Афракии, в Македонии, в Скифе, при Черномории. Поднялся по Днепру до Киевских гор, где поставил крест и предсказал, что на этом месте будет стоять город, в котором будет много храмов. И поднялся до севера, в том месте, где сейчас находится Новгород. И после этого опять вернулся в Афракию, в Византию, и основал храм на том месте, где сейчас стоит город Константинополь. Закончил свой жизненный путь апостол Андрей в городе Патры. Он проповедовал, как и везде, Евангелие Божие. Являлись много чудес в результате проповеди. Исцелял больных, крестил огромное количество жителей города Патры. И этим самым он вызвал огромную ненависть городоначальника, который приказал распять апостола Андрея. И для того, чтобы продлить мучения апостолу, городоначальник приказал не прибивать его руки и ноги ко кресту, а привязать его веревками. И предание говорит о том, что в течение двух дней апостол, умирая, проповедовал Евангелие. И даже в это время огромное количество людей пришло к христианству. Житие и кончина апостола Андрея являются для нас важнейшим примером. Примером любви ко Господу и мужества того, с которым нужно проповедовать учение Господа. Кроме того, апостол Андрей является первым правовестником Евангелия на нашей русской земле. И он связывает как бы две церкви, русскую и константинопольскую. Храни Бог. 14 декабря Святая Церковь чтит память святаго праведного Филарета Милостивого. Этот святой жил в VIII веке в Малой Азии на территории современной Турции. Родился он в благочестивой христианской семье, рос в послушании, в вере, был знатным вельможей, был женат также на очень богатой и знатной девице, имел огромное имение, прославился тем, что помогал нищим, бездомным, нуждающимся. Но богатство не радовало праведного Филарета, потому что он видел вокруг себя огромное количество нуждающихся людей, и он помнил слова Господа о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Господь посылает своему угоднику испытания. Однажды селение, в котором жил Филарет, захватывают арабы, и его имение было разграблено, у него осталось совсем немного имущества, но которое он продолжал жертвовать нуждающимся. И настало, наконец, такое время, что у них в семье не оказалось уже даже еды. И здесь начались искушения, жена и дети начали роптать, но Господь не оставляет Филарета, и его богатый друг присылает семейству 40 мешков зерна, которые позволяют им существовать. Но и даже с этого он продолжает раздавать, помогать нищим. Господь, опять же, не оставляет своего угодника, и он восстанавливает его богатство. В это время в Византии правила императрица Ирина со своим сыном, императором Константином, и она посылает послов для того, чтобы они нашли невесту для своего сына. И вот в один из дней послы приезжают в селение, где жил правильный Филарет, и заходят к нему в дом, потому что его дом был самым богатым и большим. Соседи приносят продукты для того, чтобы угостить послов. И во время пира послам представляется внучка Филарета Мария, которая впоследствии становится женой императора Константина. Император благодарит своих новых родственников, восстанавливает им богатство, и они переселяются в город Константинополь. Но и там, опять же, праведный Филарет продолжает оказывать милостыню, подает нуждающимся, чем заслужил в городе огромную любовь жителей. Святой праведный Филарет дожил до 90 лет, и Господь открывает своему угоднику дату его кончины. Перед этим Святой Филарет берет остаток своего имения, идет в один из константинопольских монастырей, отдает все свое богатство на нужды монастыря и принимает там блаженную кончину. Ну, в наше время пример этого святого особенно важен для наших людей, для нашего общества, потому что сейчас культивируется общество потребления, люди стараются приобрести богатство любыми путями, невзирая на то, какую пользу или вред оно им приносит. И вот часто люди используют это богатство себе в погибель. Пример же праведного Филарета Милостивого как раз нам показывает о том, как богатство можно использовать как дорогу в Царство Небесное. Храни Богу! Свой первый визит во второй по значимости населенный пункт епархии районный поселок Новоспасское архипастер Симбирска начал с богослужения. Митрополит Иосиф возглавил воскресную литургию в Преображенском храме поселка. Ему сослужили секретарь Симбирской епархии иерманах Тихон Тихомиров, настоятель храма благочины Новоспасского церковного округа иерманах Петр Иванов и духовенство благочиния. Преображенский храм в Новоспасском относительно молодой. Его возвели в 2005 году по просьбам всех местных жителей. Сейчас это не просто дом молитвы, это сердце поселка, духовно-образовательный центр, вокруг которого сосредоточена вся культурная и социальная жизнь района. Представители местной администрации, присутствующие на литургии, подтвердили, переоценить в жизни сельчан значение храма, соборной молитвы и всей деятельности на приходе невозможно. Храм, он, когда его уже создавался, стал основополагающим, потому что он строился методом народной стройки. И вот это было единение людей. Когда сегодня не хватает нам веры, сплоченности в государстве, именно церковь стала тем стержнем, который объединяется вокруг себя. На богослужения в Преображенский храм собираются прихожане не только райцентра, но и с окрестных сел. Частые гости здесь кадеты с казачьей станицы Троицкий и Сунгур. При храме действует воскресная школа, в которой занимается более 200 воспитанников. Организован православный кинолекторий, молодежно-семейный клуб, кукольный театр. Реализуется и масса других проектов. Мы, наверное, единственный приход в области, на базе которого организуется летний православный лагерь. Детки к нам приходят прямо в храм и по определенному режиму дня у нас с утра, с 8 до 14 дня они здесь находятся. Мы с ними занимаемся, развиваем, самое главное, духовно окормляем, готовим будущих православных людей, которые способны не потеряться в нашем очень бурном житейском мире. О главном средстве, позволяющем не потеряться в этом мире, не потонуть в пучине искушений и страстей, говорил владыка в своем обращении к прихожанам. Средство это живое общение с Богом, молитва, и прежде всего за близких, как исполнение заповеди, данные самим Господом. Что сделать, чтобы спастись? Люби всех и помогай всем, кому есть возможность у тебя помочь. Можно просто сказать человеку доброе, ласковое слово. Можно поддержать его молитвой. А молитва, она имеет великую силу. Она ходатайствует у Бога милость. Особенно, если эта молитва не о себе любимом, а о другом человеке. Молитва любви, вот ее слышит Господь, исполняет эту молитву. В завершение визита архипастыря приветствовали воспитанники воскресной школы, представители казачества и районной администрации. На прощание владыка полюбовался храмом часовни святой мученицы Татьяны, возведенной на местном кладбище в этом году. Елена Венчарова, Наталья Шуприцова, Сергей Касьянов, Симбирская митрополия. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем встречаться с вами и рассуждать о тех вопросах, которые вы нам прислали. Вот есть такой вопрос. В Библии есть притча о талантах, в которой описывается, как человек должен стараться приумножить талант, данный ему Богом, а если он этого не сделает, то будет наказан. Что значит слово талант в православии и как быть тем людям, которые не знают, есть ли у них какой-то талант или не могут обнаружить его в себе и, следовательно, развить и приумножить. Неужели они заранее обречены на наказание? Действительно, в православной церкви сохраняется и осмысливается притча о талантах, о которой рассказывает Спаситель в Евангелии. Разным людям при начале деятельности господин дал разное количество талантов. Одному человеку дал один талант, другому человеку пять талантов, третьему человеку десять талантов. И когда господин вновь пришел к своим слугам и спросил у них отчета о расходовании и употреблении этих талантов, то тот, кто получил пять талантов, сказал, что он свои таланты приумножил, вложил в дело и заработал на них еще пять талантов. Тот, кто получил десять, Он заработал на них 10 новых талантов, которые принес ему господину. А тот, кто остался и имел один талант, имел меньше всех из луг этого господина начальный капитал, он сказал, я знаю, что ты человек, который женешь, где не сеял и собираешь, где не расточал, что ты господин злой и суровый. Поэтому я закопал свой талант в землю, а теперь я его откапываю, и вот возьми тебе свое, и больше у меня ничего нет. И господин одобрил тех своих слуг, которые умножили таланты, и рассердился, и наказал слугу, который талант свой закопал в землю. И с тех пор, с евангельских времен, сначала в христианском мире, а потом уже и во всем культурном мире возникла эта пословица – закапывать свой талант в землю. Она означает, что человек не употребляет данные ему богом таланты, а сдерживает его, не показывает людям, и таким образом проживает жизнь, не принося этим талантам даров и плодов миру и творцу богу своему. Наверное, эта притча очень правильная. Если мы разберем ее с точки зрения современной психологии, то мы можем вспомнить о двух стратегиях, которые человек может использовать в своей жизни. Это стратегия избегания ошибок и стратегия стремления к успеху. Если человек только и думает о том, чтобы избежать ошибок, то он проводит свою жизнь, как премудрый пескарь в известном рассказе сказки Салатукова «Щедрина». Он ото всего прячется, он воздерживается от любых действий, он боится любых контактов с окружающим миром и всю жизнь проводит в страхе и бездействии. Если же человек старается употребить свои таланты в жизнь, в дело, то, конечно, он рискует. Конечно, он может потерпеть неудачу, но если он будет старателен, то Господь ему поможет. И таланты, которые он имеет, обязательно принесут добрый плод, и в ходе этой работы, в ходе их упражнений и усилий приумножатся и станут еще большими талантами. Дело в том, что когда Господь создал человека, то даже самым первым людям в раю Господь дал заповеди хранить и благоустраивать это творение Божие, место обитания, райскую обитель. И человек, получивший эту заповедь, он до сих пор хранит свой мир и взял ответственность перед Богом благоустраивать, приводить этот мир к большему совершенству. И для этого Господь даровал человеку самые разные таланты. Таланты специальные, то есть таланты к какому-то особому делу. Кто-то может хорошо работать руками, у кого-то ясный разум, у кого-то есть дар слова, у кого-то есть дар руководить людьми, у кого-то есть дар какой-то особой деятельности, например, выращивать растения или животных. И таким образом человек может прикладываться к этому миру, прикладывать к нему свои творческие усилия и облагораживать, благоустраивать мир, делать его более совершенным и прекрасным. Человек создан по образу и подобию Божию. Человек в раю имел первые заповеди от Бога – хранить и возделывать то место, в котором поместил его Господь. И когда человек был изгнан из рая в мир, то эти заповеди никто не отнимал. И мы также имеем обязанность перед нашим Творцом хранить и возделывать этот мир, приводить его к большему совершенству. Для этого Господь дал людям разные таланты. Есть таланты к специальной деятельности, например, таланты к ручному труду или таланты к техническому творчеству, таланты к умственной работе, таланты к языкам, таланты к общению, таланты к руководству и управлению людьми. И тогда человек в своей специальной области достигает наибольших успехов. А есть таланты самые общие, которыми Господь наделил человека независимо от того, в какой области человек действует. Например, Господь у нас свободен, и человек также имеет дар свободы, дар отличать добро от зла и выбирать лучшее от худшего. Господь у нас всеведущ, и человек тоже имеет дар разума, дар способности понять что-либо в этом мире. Господь творец, и человек тоже имеет дар творчества, дар деятельности, возможность что-то совершить в этом мире своей активностью. Человек имеет дар сочувствия, сострадания, благочестия, любви, веры, миролюбия, смирения, терпения. Я не верю, когда кто-то из наших прихожан говорит, что он не имеет никаких даров от Бога. Наоборот, я думаю, что я не видел ни одного человека, который хоть какого-то доброго дара, доброй способности от Бога в себе не имел. И, конечно же, человек может этим даром послужить Господу. Кто-то говорит, ну я не имею ни денег, ни сил, я такой больной и слабый, я не имею возможности как-то послужить Богу и ближним своими руками, своим имуществом и своими какими-то плодами своего труда. Но ведь любой человек может сказать другому доброе слово, любой человек может прибавить добрую улыбку к тому миру и к той ситуации, в которой он находится, сколь бы тяжела, трудна и неудобна она ни была. Каждый человек может согласиться с Богом и прославить его мир, сказать ему свое быть. А также он имеет и обратную возможность, он имеет возможность отвергнуть мир Божий, он имеет возможность возненавидеть творчество Божие, возненавидеть его мир, сказать миру не быть. И таким образом человек имеет возможность прибавить к Божьему миру что-то доброе или что-то доброе от него отнять. Таким образом мы стараемся исполнить эту притчу о талантах. Мы стараемся приумножить добро и совершенство в мире и стараемся тем самым усовершенствовать свою собственную душу, умножить свои собственные таланты и приготовить и себя, и мир к тому прекрасному, светлому, гармоничному будущему, которое промыслил для него Господь. Нам на почту поступил вопрос, на который мы хотели сегодня ответить. «Мой ребенок родился больным. Я виню себя, и мне кажется, что это наказание Божие за мои грехи. Все время плачу. Так ли это? И что мне делать?» Вопрос нелегкий. Особенно, когда мы касаемся жизни и судьбы отдельного человека, который уже не так просто поменять и что-то кардинально здесь изменить, но можно поменять самое главное – отношение к ситуации. Когда болеет человек, христианин и православный человек смотрят это как на события, не обязательно данные для наказания человеку, но бывают данные для того, чтобы человек, шедший путем вот этого крестного страдания земного, а мы все с вами носим крест на груди, маленький крестик на нашей груди символизирует, что мы берем крест Христов и идем вслед за ним, несем скорби, несем трудности жизненные. И да, это скорбно, когда болеют маленькие дети, и часто вопросы задаются к Богу, почему бывает именно так. Но если мы вспомним о том, что сам Христос был невинным Богом, человеком, который страдал за нас, то нам легче будет преодолевать трудности, сложности, связанные с нашими близкими, даже таким событием, как рождение больного ребенка. Да, ваш ребенок болен телесно, но у вас есть шанс сделать его духовно богатым, духовно здоровым, чтобы он правильно воспринял эту действительность, которую дал ему Господь. Не в наказании, не в искуплении и не в очищении, а для того, чтобы, может быть, он своим последующим добрым словом, поддержкой, будучи больным, и таких же будет поддерживать. Все зависит от нас самих, как мы будем относиться к ситуации, как мы взглянем по-новому, с обновленным взглядом, обновлением и просим у Бога, чтобы Господь наше сердце обновил. И через это наше обновленное сердце мы увидели, что человек не просто страдает для пустоты какой-то и в пустоту, а он страдает ради того, чтобы другим явить образ терпения. Может быть, где-то он сам будет преодолевать эти трудности, связанные с болезнью, и вы будете, если правильно относиться к этой ситуации, трудности преодолевать, то вы станете примером. Поэтому христианин всякую ситуацию, всякое событие в его жизни, он будет направлять ко благу. Как мы знаем из богословия, что Бог наш есть Бог благой, и всякое зло он направляет к благим последствиям. Вот и рождение чада с какими-то нарушениями, с отклонениями, оно тоже может послужить к сильнейшей, к вязшей славе Божией. Вы можете преобразить эту ситуацию. Поэтому, конечно, я желаю вам утешения Божию, чтобы Господь на вас послал свою милость, не оставил вас, укрепил, облегчил эту болезнь, если это возможно. А если невозможно, то даровал вам и вашему ребенку силы эту болезнь преодолевать, бороться с ней, а может быть и принять ее, чтобы переосмыслить и другим пользу принести. Продолжение следует...